вообще голая и только код прикрывает все это клапан я отчаянно листа все так граждане можем эфире мужа в эфире всем привет у нас подготовка к подготовке да но это наверное лучше из того чтобы было спасибо серёга спасибо мне а так часто женщины говорят серы а почему ты не первый на твоем стриме у меня вебки нет а у меня и на моем тоже вебки нет вот теперь есть друзья всем добрый день возвращается good date весна возвращается и не погоди это не good date это не good date давайте по продакшену видно что это не good date не слышать этого человека он слишком долго жил в канаде он плохо понимает русский язык когда возвращается у нас к играть вас в россии как перелегать отца и насыщий серёжа good date это не продакшен good date это атмосфера атмосфера незаметно да вот в те ролики которые ты делал там бсп дошли к чему это все да это все можно было не делать смело это не good date это не good day здесь другие ребята в общем песня тоже поет она же состав не меняется а сверху вниз сверху вниз перечисляет бани вург под номером самый в шапке профиля бы не вург в заголовке дальше под заголовок бсп основная часть наш текст новости майкер и тэй скабрезный комментарий если нас как бы сравнивать метафорически нас контентом на good game и и вы бы видели в металле с контентом то у тебя рубрика скандал интриги расследования всем чётно тяжело нам будет конечно серёга очень плохо адаптируется уже к россии забыл забыл все ну ничего мы будем мы будем стараться стараться его поддерживать идея жалко вы не видели сашку которая поменяла немного лук ребята я вам на стрим подготовила контент все было хорошо до тех пор пока миша не начал говорить не одеться да саша была голой что мне у вас ты если если вот если бы ты уже была раздета это на стриме уже не разденешься поэтому весь хайлайт был без опора так миша предусмотрительно сказал что теперь одет но поскольку саша оделась пойду я тоже трусы натяну потому что зачем теперь теперь бессмысленная трата времени нас нас решили контент нас решили контента кардан пишет решили нас всех порешали я бы сказал омэгэ пишет скрипа здравствуйте всем да друзья вот что молодой адвокат возвращается причем не только молодой но и первоклассный как гласит заголовок название игры первоклассный молодой адвокат правда теперь его будут звать по-другому но суть та же суть та же друзья мы будем шляться по судебным заседаниям и пытаться выгораживать и защищать разных разных сброд а может быть и невинных людей миша у нас специалист последний за последние полтора два года он неплохо поднаторел в судебных заседаниях поэтому надеемся на его квалификацию вот ну а мы постараемся как-то соответствовать кхл первый суд у нас давишь ладно погнали новая игра надеюсь я найду как сохраняется зрители пока пропали да ладно я я переключать камеры хочу это самое чтобы все увидели бсп крупный у брони три игры ребята и ванной выбираем суды и судьбы похоже похоже на название телесериала на втором канале первоклассный адвокат яндеку про яндек и правосудие для всех мы точно не про не про нет не про нашу страну нет это прям для всех они как-то хронологически отличаются или вообще полностью независимые это как властелин колец серёга там если не первую не поиграл во вторую же ничего не поймешь вообще ничего не поймешь так а где первое я не знаю мне кажется что первоклассный адвокат наш выбор граф советует сэйвиться почаще а есть эксперты которые могут подсказать как лучше начать разной сюжет что сквозной а долгие вообще насколько сквозной насколько он сквозной насколько по продолжительности длятся эти эпизоды звездных войн если как кексик то все три игры мы пройдем где-то году к 2026 привет ник привет всем привет стрим в 15.0 ловко вы мне рабочий день закончили ну видишь с трансляцию включил в обед после обеда свободен доброго музычку чуть потише наверное нет ребята это как он сидите мучитесь а музыка на минималках честное слово клянусь вы не бур начал сопротивляться еще до начала трансляции то есть попытался внести какой-то порядок в безуспешно компромисс нашли кто скажите кто здесь хозяин ты это миша миша каждый день каждое утро когда гудгейм запускает такой ну-ка кто хозяин этого забавить вот это деактивира я же ничего не сделал пошло то есть хозяин я смотрю на банибур он у меня крупным планов дискорде такой прям ух вот подкачал сразу рвать ухо вторая в шоке что не даже пожалуйста больнич не приезжать на поздно миша больше откуда у тебя плазма сбоку у тебя же не было от анклава анклав передал сказал чтоб я детям отдал но я пока думаю каким ваше предложение жду в чай фотографии будут непосредственно конечно нет тоже от анклава телевизор сказал только не фотографируй с детьми пожалуйста ничего александра как дела попытался я ловко сменить систему все хорошо пытаюсь свою вебку настроить у тебя на стриме это как больше тебе не доверяют настройку просто это не просто меня ты обрезал меня не с той стороны саж тут как бы с какой стороны не обрежь все равно уже ничего не поменяешь вот как жизнь отредактировала так и живи нет и чисто ведь это обрезать сбоку или снизу разница большая вообще это страшная фраза в синагоге да ты обрезал меня не с той стороны я думаю что кошмар любого вину только-только саша засмеялась не знаю шутка про обрезание смеется только смеется только ты это русло это вам немножко свадебного юморка просто прилетела но просто мужчина обычно о таком не шутим да да в такой ситуации мужчине не до смеха скажем так только те кому это не грозит нет если я конечно приму иудаизм ребят то значит в моей жизни что прям совсем пошло не так если я в целом хоть что нибудь приму кроме своих таблеток с утра ребята 14 58 ой массу таблеток сереж 37 лет я даже не читаю уже название просто горсть зачерпывали запил кофеем и пошел контент делать граф внес немножечко да друзья я предлагаю вам стараться все донаты инвестировать в челлендж в челленге да потому что я к сожалению знал что мне придется этим делиться и неприятная новость безусловно тем не менее тем не менее прошу вас всех да он помогать вклад инвестировать в наш общий фонд и самый красивый конечно миша хозяин кардан тебя прям дакаты как хатико хозяин в сп можно сделать капельку громче началось только капельку я и могу себя чуть-чуть поднять больше всего лишь всего лишь раз 15 процентов это не только лишь все деньги да ладно 15 часов друзья я предлагаю далее не затягивать мы это не будем вырезать потому что у нас продакшен на первом месте начать игру недовольна тем что теперь у меня меньше всех саш ну это чтобы понять эту шутку нужно же чуть ли это несколько трансляций назад алды пойму наш в нашей в нашей четверки саша то не самый страшный вариант зато мы спокойны и сам и уверены в себе начать игру первоклассный адвокат первоклассная первоклассный квартет глава первое первое дело было бы странно если бы глава первая называлась 18 дело что жать то да начать первое дело нет нет давай посмотрим что будет ну пожалуйста ну начните сломаем шаблон игре он нажал да ну смотри подлец какой я как за ребята саша ты специалист что это вздыхаем по моему кому-то проломили ваш точно у женщины из головы кетчуп кетчуп вытекает это стол почитает будем только кто главный герой это не автор а я должен свалить свалиться на другого например но у него на кого слушай надо неинтересно это как коломба получается мы сразу знаем как будто это был он так миша ты мало раскрытого следующее 3 августа быстрее серёжа 3 августа 947 окружной суд вестибюль подсудимых номер два ты кстати можешь в любой момент переключить сцена я мог не торопиться так это кажется ты не то будет феникса не миш миш ты главный герой всегда был ты будешь фениксом адвокат 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 мне не выпендриваться своим голосом читать да и конечно конечно ты же молодой ты же как же я волнуюсь типичный мишин голос да в роли всех женщин александра в сцена на право на право на право папа у нас такого судей не было адвоката ой здрасте шеф но она тогда повзрослеет будет так то это точно не я не факт фу хорошо что я успела а что ты успела я не пойму меня интересно что у нее за бюстгальтер такой странный серёжа ты женатый человек серёжа ты женатый человек привыкаешь что тебе не интересно больше что у неё за бюстгальтер поверь мне это значительно продлит ваши отношения это анимация тут за это ничего не будет я так тоже говорил анимация всего лишь я просто посмотрел это анимация а это аниматор да это анимация а это кастрация тоже хорошие отыгрывай феникс должна признать ты впечатляешь каждый возьмет за дело об убийстве вот так сразу и без сомнений ну а нам то что нам то что терять это много говорит о тебе и о твоем клиенте а как клиенте это говорит что-то не понял спасибо конечно в общем то дело в том что я ему кое-чем обязан миша громче сделано сделано ребята сделано продакшн все нормально талининг такой хочешь сказать что ты знаком с подсудимым у нас у адвокатов это часто происходит да на самом деле я как бы обязан ему своей нынешней профессии как вот это кто-то по профессии можно сказать из-за него я стал я и стал адвокат музыку тише делается тише это минималки нас минимали настройки по музыке ребята игра хочет быть громкой нет мы не знаем предоставлять не заставляй в продакшн хочу помочь ему всем а это не я говорю простить ты не хочешь ему помочь ты миш ты хочешь а а я думаю в другом шутка и я я хочу помочь ему всем чем смогу я просто я правда хочу его выручить стольким я ему обязан я я я я по моему он покойник действительно больше ты играл эту игру все кончено башу до будущее а что это подсудимый кто будет подсудимый больше ты будешь подсудимый да да все кончено и вслух нет не скорее всего это подсудимый все-таки не не речи судимый он там а не твой клиент кричит там а да это он смерть отчаяния так же просыпается в яму я честное слово умру а хуже он не шутит он в этом не вне сознанку пошел просто да уж это я это я клиент вот слушайте а по чем я что у меня с глазами что там за фабрика звезд у меня в голове ладно меня зовут бац Мик Эээ, привет, Ларий А, это не Ларий, это не клиент, наверное А, это я клиент все-таки, да, это я все-таки Старик, старик, я так виноват Скажи им, скажи им, что я не виновен А, что я виновен, скажи мне Пофигу вообще Я под веществами Вынести смертный приговор Я не боюсь умирать Что? Что скреслось, Ларий Ларий О, все кончено Мне конец, конец Определись голосом Да, Бонюш, давай уже что-то одно Пять разных голосов Я не могу Я давайте я буду переигрывающий актер Я буду актер, который себя переигрывает Я не могу жить без нее Я просто не могу Кто? Кто ее убил, Ник? Кто это сделал? Да, подходит Эх, Ник Скажи же мне Кто отнял у меня Мою малышку? У нее кошку отобрали Кто причастен к убийству твоей девушки? А нет, не кошка Нет Я не про это Может у него машину угнали? Я запишу, что это был три А, а я О, как я мог Какая неожиданная новость Меня зовут Феникс Райт Феникс правый И вот с чего все началось В предыдущих сериях Мое первое дело было довольно простым А, ну мы выглядели Довольно просто, я согласен Сдали друга В своей же собственной квартире Была убита молодая девушка Полиция арестовала одного неудачника С которым она встречалась Это я Ларри Батса Моего лучшего друга Еще со школы Он что-то все время потеет Еще со школы Очень потная катка для Ларри Мне кажется, будет Еще вместо глаза галочка У нас в школе ходила поговорка Если пахнет где бедой Значит, бац, всему виной Бац, и все И за все годы, что я его знаю Обычно так происходило Он просто мастер путываться в неприятности Однако я могу сказать Зачастую он ни при чем Просто он ужасно невезучий Но я знаю лучше Чем кто бы то ни было Что в душе он хороший парень Все про боневоры Лучшую шутку про душ Потому что А, поэтому я ему и обязан Я взялся за это дело Чтобы защитить его имя Такое имя, бац Ты обязан ему тем, что он хороший парень? На наше имя напали Ребята Друг он детства И именно это я и сделаю Понял, Бонич? Я буду тебя защищать Спасибо Я буду защищать этого бац Защищать этого бац Это з acquired И я пр encryüs hyper You have to媽, окурузной суд, зал суда номер два Что у Миши флэшбэки, наверное, такие. Да-да-да. Московский городской. 31-й кабинетом. Тоже залил на жизнь. Бам. Серёга, ты судья. Заседание по делу. Заседание по делу мистера Ларри Батса объявляется открытым. И бац, 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 бац. В чатике пишут. Батсон. Пэйн, это прокурор похоже. Пэйн. Как далёко-далёко, а? Где-то там, в Подмосковье, прокурор Фуфеля нагонял на брату. А что ж ты падаль мне, сука, параша? А кто будет прокурор? Вы выслужили мнение. Давайте я, давайте я. А сторона обвеги, я готова, ваша честь. А, это я такой? Блин, нифига себе. Кстати, Ира делала презентажку месяц назад. И она использовала вот-вот мемчик отсюда. Сюда. Миш, ты, кажется, слишком долго шёл против ветра к этому заседанию. Судя по твоей прическе. Стоп. Так, сторона защиты готова, ваша честь. Мистер Райт. Мистер Ронг. Ронг. У нас тут все лысые. Почему вы с прической? Это ведь ваша... Э-э-э, я не засчитал. Поздно. Да, ваша честь. Я, как бы сказать, тот самый классный. Но слегка нервничаю. Ваше поведение во время процесса решит судьбу подсудимого. И ваших волос. Можем с бороды пересадить ваши волосы? Очень нравится. Обвиние в убийстве. Это нифига, у меня шея выросла. Не шутки. Сохраняйте хладнокровие ради вашего же клиента. Спасибо, ваша честь, ваша честь. А че он заикается? Не знаю, я волнуюсь. Первое дело забыл. А, да. Еще и друг лучше детства. Посадим. Сейчас пойдет по этапу. Мистер Райт. Позвольте, я докопаюсь снова до вас. Учитывая обстоятельства, вы проиграли. Рогай, все-таки проверить вашу готовность. Сейчас в суду экзамены. Я не готовился. Да, ваша честь. Руки трясутся, в глазах темнеет. Че-то этот тоже начал потеть. Ребят, вы там все под мехедроном, что ли? Что вас так в пот-то бросает? Сплиты в суде включите посильнее, пожалуйста. Я задам вам несколько простых вопросов. Отвечайте коротко и четко. Ну, не знаю. Когда я потерял свои волосы? Ребята, 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 нужно взять дополнительную минуту. Точно? Ладно. Ну, это Ларри Бац, ваша честь. Че-то я так... Проверим вашу готовность. Есть два стула хорошие. Это для Ларри экзамен. Верно. Просто держите себя в руках, и вы справитесь. О, я так... Я так... Я так тоже экзамен сдавал. Какого цвета учебник? Синего. Все, сдали, нормально. Следующий вопрос. Э-э, Триса хотел сказать. А ты... Триса. Это заседание по делу об убийстве. Пожалуйста, назовите имя жертвы. Мэй. Ну, пока ничего важного по сюжету не происходит. Рапорт от корки до корки несколько раз подряд. Мы читали рапорт? Ее... Конечно. Так, эм... Ой... Ну, давайте... Хотите рапорт почитаем, ребят? А вот и рапорт. Секундочку. Синди, Синди... Мия Фэй. Зала фирмы... Не-не-не-не-не, Мия Фэй это наш босс, вы че? Дальше, дальше. А, ее зовут Синди Стоун. Синди Стоун. Вот так бы и проходили мы игры по нему. Прокурор. Мерзкая гадина. И с чаем полторта сожрал. Как было тепло. Так, все. Извините. Так, как бы еще, ПТСД какой-то. Пытается. Да, зовут ее... Что? Не может быть, я забыл. Вообще не могу вспомнить. Синди, блин. Синди Кроуфорд. Е-мое. Саш, как же... Ты точно уверен, что справишься? С таким ракурсом не очень. Ты ведь даже не знаешь, что имени жертвы. Да, нормально. Тут и так сойдет. Первое дело. Ага. А, жертвы, разумеется, я знаю имя жертвы. Я просто забыл. Сейчас вспомню. Капец. Верните Тэй, а что там с Тэй? Тэй, у тебя вебка отвалилась. А ты, скорее всего, не альтапнулся, и поэтому у тебя она там, когда пропадает... А, вот, появилась, да. Появилась. Все, вернули Тэй, ребят. Все нормально. Давай дальше. Мне кажется, у меня сейчас мигрень начнется. А это уже не к нам вопрос. Слушай, имя жертвы указано в материалах тела. Да, жмите Тэй. 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 Просто нажми на Тэй, чтобы в любой момент так... Четвертую стену ломают вообще изи. Просто не то, что сломали, ее просто деконструировали, расщепили на молекулы. А, давайте покажем значок адвоката. Да, у меня есть значок, я адвокат, видите? В этом подтверждение, если вдруг они... А, у меня тоже есть значок. Потеря... Потеря... Потеря с кровью вследствие тупой травмы. Тупая травма, это какая? А это когда мизинчиком об угол ударился? Пересмотрел дом 2, может быть. Травма-то тупая максимальная. Так, нажал. Не забывай проверять их время от времени, ладно? Кого? Позвольте услышать ваш ответ. Знаешь, знаешь... Кто в этом деле жертва? Синди-клоун. Знаешь, Александра, каждый мужчина проверяет их время от времени. Бывает, что и по нескольку раз в день, так что не переживай. Чё? Синди-клоун, Синди-стоун. Какую выбираем? Клоун. Смешнее. Клоун смешнее, но нас выгонят из суда, игра закончится. А как сохраняться-то вообще? F5? Настройки сохранить, наверное. Настройки... О-о-о-о! Уровень тряски максимальный, Сань. О-о-о-о! Чтоб... Уровень чего? Тряски, да, я... Тряски там. И пристёгиваемся. Хоть у тебя там чат просит музыку обоговить. Может, всё-таки попробуем... Это... Ребята, минимальная... Микшер, громкости везде. Микшер, правый куры. Ой, какие вы всё-таки... Какие вы скучные. Настройка, алло! Да знаю, я знаю, сейчас всё будет. А пока посмотрим черепашек. Ну не сейчас, возможно, чуть попозже. О, черепашки! Контент. Фото из-за черепашек на фул экран сделать. Во! Так нормально? Сейчас сожрёт. Всё, ребята. Это когда фонталочку на телефоне исключил случайно. Чики-бомб. Продолжаем. Да... Синдия Стоун. Жертву звали Синдии Стоун. Неправильно. Ммм, верно. Блин, я буду так заболеть. Серёга, у меня уже перепонка вывалилась слева. Ммм. Санда Крея. И последний вопрос. Что послужило причиной смерти? Моей бабушке. Тупой предмет. Природовение. Смерть наступила в результате... Тупого. А, кстати... Ну ладно. Может, её придушили перед этим? Мы ж не знаем точно. О, черепахи. Ей был нанесён один удар тупым предметам. Ммм. Именно. Вы верно ответили на все мои вопросы. Значит, вы выигрываете и проходите суперфинал. Давайте продолжим заседание. Где вас ждёт дело о маньяке Чикатило? Интересные суды у них там в Америке. Это в Японии. Вы выглядите гораздо спокойнее, мистер Райт. Рад за вас. Ну я за вас. Ну я за вас. Дед Мороз, ставший судью, это страшновато, конечно. Благодарю вас, Ваша честь. Выглядит-то, выгляжу, но чувствую себя всё так же. Да, и выглядит тоже так же. Что ж, тогда... Пошёл я отсюда. Нет, тут нечего делать. Сначала вопрос к стороне обвинения. Мистер Пейн. Да, Ваша честь. Живу. А теперь три вопроса для вас. Как меня зовут? Как нам только что сказал мистер Райт, погибший был нанесён удар тупым предметом. Будьте добры, объясните нам, что это был за предмет. Это мой стрим. У вас минута на размышления. Орудием убийства послужила эта статуэтка. Мыслитель. Её нашли на полу рядом с телом. Манерный какой, а? Хорошо. Прошу занести её в список улик. Почему-то сейчас это здесь делаю. Пора, пора, пора заносить. Статуэтка. Я не знаю. Довольно тяжёлая. Сейчас занесут здание сюда. Занесли. Мы... Там-там-та-та-та-там. В суд, как обычно, занесли что-то, ребята. Как обычно, блин. Наши суды никогда не меняются. Серёжа, я сделаю тебя ещё чуть потише. Бонич, ты напоминаешь эксперты из комментариев, которые тоже писали в это. Помнишь, когда всё начиналось? Типа, ой, вам не выиграет, ой, там всё куплено, ой, ой, ой. Так, господин Борщевский. Обращай внимание на улики, которые добавляются в ходе заседания. Сейчас у нас пеликан улетит из здания суда, секундочку. Выгоним его. К нам чайка залетела в окно. Это улика номер два. Пеликана, кто пустил вообще, я не понял. Кто занёс? Кто занёс? Улики, это твоё единственное оружие в суде. Ой, да ладно нам втирать, знаем, чем дедукция, харизма и Магнум 44-го калибра. Нажимай на тап, чтобы проверить материалы. Женщина, у вас нормально всё? Вы в компьютерные игры не переиграли? Это, 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 контекстная реклама на, на ютюбе, когда включается. Нажимай на тап, нажимай. Нажимай на тап. Я бы тебя, я бы тебя нажал на тап, но мне же женщина не разрешит. Значок адвоката, нажал. Статуэтка довольно тяжёлая, мы помним, да? А ты можешь на статуэтку нажать? Прокурор в данном деле, вид невзрачный. Нажми на прокурора. Плохо доносит свою точку зрения. Я нажал на прокурора. Мне кажется, дополнительная инфа должна быть, нет? Нет, всё. Описание там, чё-нибудь. Вот это описание. Она тяжёлая, чё тебе ещё надо? А, класс. Чё тебе не хватает? Может быть, производитель там написан снизу. Да, производитель, статуэточная фабрика. Made in China. Серьёзно, там детали есть? Серьёзно, там детали есть? Старое обвинение может вызвать первого свидетеля. А чё у нас Шерлок Холмс, судья? Ну, я вам всё равно не дам это сделать. Подождите, там есть детали? Ну, вон, досье R. Ну, R. И что? А где детали-то? Не, это, скорее всего, R свичнится между уликами и досье. Свичнится между досье и уликами, да. Понятно. А детали-то где? Ладно, хрень-хрень, нормально. Сторона обвинения просит подсудимого, мистера Батса, занять место свидетелем. Свидетель, выйдите отсюда, вместо вас будет мистер Батс. А вы, а вы, а вы на место обвиняемого садитесь, сейчас мы вас... Так, а я сяду на место, на место адвоката, мистер Райт, вы на мистер Пейна. А я бы хотел сесть на огурец, ой, извините, извините. Э, Шер, что мне делать? Куда мне сесть? Нажми тап, тебе ж сказали. Так, нажимайте, чё тупишь-то. Будь внимателен. Ты не должен упустить ни капли информации, способной помочь своему клиенту. Блин, мы должны вернулись, так-то. Позже у тебя будет шанс ответить стороне обвинения, так что приготовься. Приготовились, ребята. Будем надеяться, что он не скажет ничего лишнего. Это же Батс, вы чё, ребят? Он сейчас всё расскажет. Ой-ой-ой. Чё наговорит. Он тебе наговорит на 20 лет, по-моему. Да, он не только не признается. Мой лучший друг мне помогал, говорит. Это может плохо кончиться. О! Мистер Батс, правда ли, что погибшая недавно вас бросила? Эй, а я же переигрывающий. Эй, мужик, полегче с выражениями. Мы были с шикарной парой. Как Ромео и Джулиетта. Как Леопатра и Марк Антоний. Как Ольга Бузова. И Давик. Неважно. Э-э-э. Имя вымышлено. Может, они ещё не покончили с собой? Она меня не бросала. Просто не отвечала на мои звонки. Всё, что такое бывает же. И не хотела видеться вообще. Подумаешь, пару раз полицию на меня вызвала. Ну, ты же ничего не значишь. Вам-то какое дело? Ну, вообще-то, это прокурор, адвокат и судья. Им сейчас прямое дело. Они тебе сейчас решают, сколько тебе дать. Первое дело, Бонни. Мистер Баттс, это мы именем в виду, под словом, бросила. По сути, она ушла от вас насовсем. И даже встречалась с другими мужчинами. Что? Правильно ей статуэткой звезданули. Она вернулась из-за границы с одним из них за день до убийства. Что? 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 Что значит с одним из них? Ложь! Всё ложь! Не верю ни к тебе на мусорбан. Ваша честь, вот паспорт погибшей. Судя по нему, за день до смерти она была в Париже. Паспорт погибшей? Жанна прилетела домой из Парижа 30-го, 07-го. Вы нашли паспорт. Дайте, может, записать, 30-е июня? Серый, пиши. Прокурор сразу выводит, конечно, на эмоции. Ну вот, подключим. Из Парижа, а, извините, извините, я записываю. Поднимуешься, помедленнее. И правда, похоже, она вернулась домой за день до убийства. Из Парижа 30-го. Блин, может быть. Убитая была моделью, но не имела большого дохода. Судя по всему, у неё было несколько богатых папиков. Фигасе. Да, мужчин в возрасте, которые снабжали её деньгами и подарками и чпокали время от времени. Мне кажется, это был твой. Вот материалы, прикрепите к делу. Вот трусы. Она пользовалась их деньгами, чтобы поддержать свой образ жизни. Слушайте, вот шлю, вообще офигеть можно. Блиииииин. Блиииин. 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 Теперь нам всё ясно. Дайте ему 40 лет с конфискацией. Какой женщиной была мисс Стоун. Скажите, мистер Баттс, что вы теперь о ней думаете? Рай! Объекшн! Объекшн! Мне кажется, что ему стоит, что ему не стоит отвечать на этот вопрос. А, да? Да уж, Ларри может ляпнуть, чего не надо. Он уже ляпнул, чего не надо. Да? Может быть, мне? Не дать ему ответить. Не дать ответить, конечно, мы вмешиваемся. Всё, нам же говорят, что делать мы делаем. Он потеет. Возражаю. Мой клиент не знал, что погибшая встречалась с другими мужчинами. Миш, согласись, суд гораздо приятнее, когда ты на месте адвоката, да? На месте, когда ты судьи, тогда мне кажется, приятнее. Когда это понарошку идёт. Этот вопрос не относится к делу. Опа, как я пальцем умею. Ой. Стонаем. Присел, присел, кажется. Слушаник, что значит не относится? Ответил, живая нас. Троеточие очень многое скрывает. Изменщица. Я умру. Просто отброшу коньки. Так, быстро. Эй. Ага. Что? Я не успел. Давайте продолжим заседание, хорошо? А то у меня и борода выпадет. Давайте, ладно. Думаю, мотив обвиняем, а мы очевиден. Да. Вполне. Вы не должны этого говорить, судья. Судья, папа, судья, папа, прокурора, по-моему. Как же всё плохо. Следующий вопрос. В день убийства мы были в квартире жертвы, не так ли? Ооо, это под дых удар, просто. Так были и не нет. Ну, так чуть-чуть. Разочек зашёл, может быть. Да, может, и не был вовсе, я ж не помню. Ой-ой, он там был. Что мне делать? Блин, пускай. Давайте рассуждать логически. Не, ну, нет, ну фраза, фраза эта не имеет отношения к делу, уже здесь не проканает. Да. Не, ну видишь, проблема в том, что у нас нет вариантов, как аргументировать то, что мы не даём ему ответить. Опять мол, честно. Давайте по честному, скажем, честно. Давайте посмотрим на улики. Может быть, он нас навлечёт на мысль. Давайте посмотрим на Мию Фэй. Послушайте, ребят, давайте рассмотрим логически. То, что он был в квартире, наверняка кто-то видел. Его кто-то опознал. Если он сейчас начнёт врать, то это нас похоронит сразу. Давайте придерживаться того, что он не убийца. Тут вопрос в том, что ты либо пытаешься парировать и успешно, потому что ты как-то это аргументируешь, либо ты парируешь, а судья говорит, это хренливо, это парирует, это имеет отношение к делу. Да, но и мы не знаем, что скрывается за опцией не дать ему ответить. Вот в этом и проблема, это косяк игры, я считаю. Пусть ответит честно. Честно. Точно. Я пошлю ему сигнал. Послал. Да, 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 я был там. Был. Ой, ё-моё. 18 лет строгача. Приговор обжалованию не подлежит. Тишина. Тишина. Итак. Мистер Баттс. Блин, отстаньте. Че вы пристали вообще? Чувак, чувак, расслабься. Её этой, как я это, об этой шлю... Не было дома. Ну и я, типа, её не видел. Всё. Бонни ещё слишком переигрывает в чате пишут. А это что такое, комбо было или что? Бонни ещё слишком переигрывает. Может потому что я играю актёра, который переигрывает. Прикинь, Висп. Это... Дабл инсепшн просто. Ваша честь. Отдыхайте, я сделаю как надо. Ваша честь, подсудимый лжоат. Да? А что происходит? За каждое переигрывание? Мне такая... Кажется, у меня с канала списывают деньги, ребят. Прямо сейчас. Без смс-регистрации. А я могу это сделать? Ваша честь, подсудимый лжоат. Это же, о, неплохо. Где я могу... Лжоат? У меня сейчас волосы отрастут обратно. У нас есть свидетель, который может это доказать. Нормально, работает. Что ж. Это... Убращает дело. Кто ваш свидетель? Я могу максимально глаза расширить. Тот, кто может это доказать. Человек, обнаруживший тело убитой. За минуту до того, как была сделана, это ужасная находка. Это сейчас будет сам вот этот с родинкой на лбу. И по совместительству мой племянник. Нет, прокурор снимает очки, это будет он. Свидетель видел, как обвиняемый бежал с мест... А, извините, пожалуйста. Смоленский бутыл. Свидетель видел, как обвиняемый бежал с места преступления. А он такие, о, а, видел, ну все, тогда нахрена вон, пап. Тишина, тишина в зале, сюда. На, тишина. Хорошо, на. Мистер Пейн. Старое обвинение может вызвать своего свидетеля. А у нас есть свидетель какой-нибудь хороший? Кроме Иегова? Нет. Да, Ваша Честь. Плохие дела. Просто от двери к двери ходила, а мы такие, пойдем с нами. Пошел сюда. Да, кажется, засыпемся мы сейчас на первом деле. Ну ладно, первым блинкомом. В день убийства свидетель продавал газеты в здании, где жила погибшая. Прошло мистера Честера Уиддерна занять место свидетеля. Честер, это который любит читать, если нет? Вот, честно, он. Мистер Уиддер, вы продаете газеты, верно? Так, кто будет у вас в зале? Сейчас, он, он Мистер Уиддл. Я Уиддл, как Уиддл. У него Родинка, у него Родинка. Уиддл, я увидел, как он убил, Вася. Тупый, Родинка. Это вообще странно, когда он с Родинкой и, как бы, Японец, у него по прическе глазам. А что, у Японцев не бывает Родинка? Они растут. Не, брови, это вторые глаза, Миша. Это демон какое-то место. Так, кто будет озвучивать, кто будет озвучивать человека, прикидывающегося китайцем? Каким китайцем? Ну посмотри на него. Не, наоборот, Индусом. Он Родинку себе поставил. Привет, мой имя Джамиль, я технический поддержка. Ты пытался обработать свой компьютер? Давай, давай ты. Давай. А как я его на русском, на индусский акцент смогу сделать? Это невозможно. Ну так, газеты, да, газеты. Вот, ты и пускай будет. Как ты так говорил? Так, окей, хорошо. Мистер Уидель. Уидель. Уидельсу. Уидельсу. Мы можем... Ой, господи. Вы можете приступать к даче показаний. А то у меня на дачу опаздывают. Пожалуйста, расскажите нам, что вы видели в день убийства. Я Уидельсу. Я Уидельсу. Я Уидельсу. Я Уидельсу. Я Уидельсу. Показания свидетеля. Ооо, такие перебивки. Вао, Уидельс. Эй, ты должна вращать плечами и одновременно говорить. Так это же ты должен был. Я... Я забыла, как... Ты... Я ходил по квартирам, предлагая газеты. Как вдруг увидел, выбегаю с него из квартиры парня. Проплечи взбывай. Очки не надо. Надо очки. Я... Не сложно мужской голос сделать. Класски не надо. Я подумал... Я подумал, что он куда-то торопится. Раз... Ставил дверь открытая. Куда-то торопится. По-моему, судя по положению его рук, он уже никуда не торопится. Он прям на балконе все и все делает. Я подозреваю неладное. Я заглянул в квартиру. А там я увидел лежащую на полу женщину. Она была мертва. Как он и увидел, что она была мертва из квартиры. Ну, когда у тебя из головы вытекло 8 литров крови, то, скорее всего... Ну, слушай, там... Есть... ...много чем. Большая вероятность. Я стива от ужаса. Она не мог заставить себя зайти внутрь. Но потом заставили. Мы с ней провели очень хороший вечер. Я решила немедленно позвонить в полицию. Но телефон в ее квартире не работал. Он зашел. 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 Все. Сучок. Посадите его. Ай, милый пицца. А я пошел в ближайший парк и нашел телефон и автомат. Телефон? 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 Автомат? Все. Купил... Купил гамбургер, принулся и как давай разликаться? Я точно помню время. Это произошло в 13.00. Так. Эээ... По версии... Уиделя. Уиделя. Парень, который выбежал из квартиры. Это несомненно подсудимый. Так, нас ребята припечатали. Что делать? Изи, что смотрим вам. Ларри, почему ты не сказал правду? Ларри, я же посылал тебе сигнал. А там даже какой-то успешный звук был, по-моему. Я не смогу защитить тебя от таких показаний. Кстати говоря, спонсор сегодняшнего зала суда. А почему в квартире погибший не сработал телефон? Ваша честь, во время убийства в здании не было электричества. А телефон-то тут при чем? Разве телефоны не должны работать во время отключения электричества? Какой сегодня год? Хе-хе. Какой век сегодня? Уже изобрели лампочку? Резерфорд там как там? Уже появился на свет? Да, Ваша честь, должны. Однако, некоторые беспроводные телефоны могут и не работать. Телефон, которым пытался воспользоваться мистером Уидом, как раз таким был. Ваша честь. Вот отчет об отключении электричества. Отчет об отключении электричества. Так, 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 так. Электричество в здании. С 12 до 18, да там написано? Пиши, пиши, Серега, пиши. Да. Там стикерами должен обклеить весь экран сейчас. Я в ноутпаде обклеиваю все там все. Отчет об отключении прикреплен. Потом в конце трансляции БСП поворачивает. А теперь мистер Райт. Это интересная шутка БСП, подожди. Потом поворачивает камеру на стену. У него, знаете, как в фильмах там все, в нитках там. Нет, там медленно, медленно зумаут идет такой. И есть с этими, с нитками такие. И причем совершенно не связанная с делом в игре. И возвращается жена такая, шут за херни ты понавешал. Ну, брат, все это говно, быстро. Что, мне поисследовать нельзя? Порасследовать нельзя, ты идиот. Мне порасследовать нельзя, идиот. Да, да, да. Мне тебе убирать это полдня. Ты зачем мои трусы натянул, блин, от гвоздя до гвоздя? Вот же нитки были. Это не те стринги, да? Да, да. Ээ, да, то есть, ээ, да. Ваша честь. Рекламная пауза. А, нет. Вы можете приступить к перекрестному допросу. Кто будет третьим? Ммм. Как и перекрестному допросу? Нам такого бы... Не, 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 не преподавали нам. Даром преподаватели. Да он сын депутата, понятно, как он юрфак закончил. Мне кажется, он не заканчивал юрфак. Ну что ж, Райт, вот и настал твой звездный час. Звездный час, хорошая программа. Пам-парам-пам. А, нет. Санта-Барбара. 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 Миша, несчастный человек, он всю жизнь смотрел Санта-Барбару и думал, что это звездный час. Там Мейсона какие-то CC, да? За что все любят эту программу вообще? Где там дети вообще? Что с кубиками? Да. А что конкретно я должен делать вообще? Какая у меня тут роль? Ты должен разоблачить ложь в показаниях, которые дал свидетель. Изи. Что? Все это время он лгал? Как? Твой клиент не виновен, правильно? Ты адвокат, идиот, ты адвокат. Подожди, подожди, я соображаю. Так. Так. А это значит, что свидетель солгал при даче показаний. На даче солгал. На даче я сейчас солгу на даче. И лежит твой клиент все-таки виновен. Ой, не путай нас, женщина, не виновен. Блин, как мне доказать, что он не виновен? Что вообще нужно делать? Все в твоих руках. Все в твоих руках. И даже я. Посмотри в список. Улик. В список. Так, давайте в список посмотрим. Посмотри в песок. Значит, смотрите, ребята. В день убийства. С 12 до 18. Электричество в здании отсутствовало. Кончу. У меня уже все выписано там. Да. Жертва прилетела 30.07. За день до убийства. Статуэтка. Голожопый мужик. Значит. Причина смерти. Потеря крови вследствие тупой травмы. Житома 2. А, погоди. То есть она была жива после травмы. Это из-за потери крови она умерла. Получается так. Обычно бывает, Сереж. В момент травмы человек всегда жив? Нет, нет, нет. А потом? Фишка в том, что она не моментально умерла от потери крови. Она без сознания лежала, кровь утекала. Ну, судя по описанию. Ну, а что ж. Бывает. Ладно. Блин, черепаха пытается залезть упорно. Это очень забавно. Да хватит. Нам не интересно на черепах смотреть. Убирай Донателло там своего. Когда вылезет, тогда и покажешь. Давай. Она уже вылезла. На вечер вылезла черепаха, ребят. Что делать? Сравни показания свидетелей с имеющимися уликами. Мы сравнили. Все сходится. Все сходится. Наш клиент-убийца. Двадцаточку этому ублюдку пропишите. Его слова точно должны противоречить уликам. Сперва найти противоречие между материалами дела и показаниями свидетеля. Значок адвоката давайте им покажем. Противоречие, да. У нас не адвокат. Единственное противоречие, что мы не адвокат на самом деле. Все. Я заметил противоречие. Так. День убийства. Электричество отсутствовало. Так. С 12 до 18. Во всем районе или только в здании. В здании, да? А давайте дойдем до вопроса. Ну, то есть, допустим, мы посмотрели улики. Давайте нам сейчас играют что-нибудь скажут. А как он поднялся на лифте, если электричество отсутствовало? А он на лифте поднялся. А он поднялся на лифте. Ну, допустим, поэтому он поднялся же на чем-то. Там вообще-то по-моему лестничный. Жаль, хорошего. Давай дальше, дальше. Да, версия отличная. Затем, когда ты найдешь нужную улику. Так что мне с ним идут? Покажи ее в саду! Покажи ее в саду! Витка не свидетеля в нее носа. Кто здесь набрал, кто здесь набрал? А ну-ка, иди сюда, кто это сделал? Фу, плохой свидетель, плохой. Мне кажется, Гравди и единомышленно поддерживает этот Чалфиндж. Да, спасибо, Гравди большое. Нажни так. И укажи на противоречие показания. Какой это же тап. Противоречие тап. Противоречие тап. Нажал. может быть это то не прилетела из парижа может быть она прилетела не за подожди а вот слева посмотри конвертик время смерти нет проблема в том что время смерти 1617 он увидел черепа она могла быть еще жива без сознания и лежала четыре часа истекала два чувака который выходил из из этого а я понял прошло да нет вода но я думаю это скорее всего это как бы не рассматривается такая версия что просто и кай вызвал полицию как тыкать сначала дожидаемся вопроса а потом ты херем так и укажи указывать на противоречие как нужно глаза то выразительного видео перекреста допрос рассказ очевидцев а я ходил по квартирам предлагая газетой какого-то рука увидел убегающего из квартиры парня надо видать надо им сразу не он куда-то торопится раз оставила дверь открытой пока нормально пока нормально а западоза репа ладно я я заколонул по артиру давим нет там я увидел еще нападу я бы здесь вот вот здесь на сколько было до давим короче не умерла на тот момент она была мертва дави это было в час дня а время смерти в 16 до 17 наступила дави его дави его души и так стоять вы были уверены что она была мертва ну так че шевели нас чуть чуть там нету она не была там меня не была еще пока там меня а очки надо надо очки очки надо но она нам двигалась и повсюду оба накроу кровь 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 тут бы никто не сомневался болеет ясно что произошло потом мы инициативу забрали мы не туда надавили ребята за остык от ужаса я не смог заставить давить давить и говорит что когда прошел не зашел уж телефон машин теле рано на медащины дави 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 дуэто я дуэть об самой квартире вы ничего не трогали что уж тут спешишь отдай дай смысле они ты а совсем ничего нет только себя трогал и все хорошо и что было дальше чтобы если телефон же он трогал я решила на полицию позвали дальше но телефона моя кровь не работал тупой такое да и ребята играют кармагеддон называется в квартире не работал телефон его в квартире не работал тупые вопросы а то в смысле это работал я точно но вы сказали да наконец не заходили квартиру или все-таки зашли а ну я могу то все объяснить у меня длинные руки меня зовут юрий долга руки на попке лежал смотри ты на попке лежал беспроводный телефон это момент из жизни или что на пушке пульки русской не родной просто на полке приходили жалбе справа 1 телефон а я пошел аппарата и нашел телефон и автомат и всех перестерил я точно помню время там про и что-то кажется здесь надо давить но они будут здесь она показывали эту хрень показать на ублюдок вы обнаружили давай давай миша мочи я не понял почему-то остановил вы обнаружили тела в 1300 вы в этом уверены а да это точно произошло в 300 почему так честно говоря мне с трудом в это верится адрес такое дело ваше утверждение противоречит отчету а вскрытий дело раскрыто расходимся кран как обычно затащил где где связь вообще ночи показано что смиро было примерно после 16 00 понятно лишь надо сей выжать почаще да на хрен iron man супаль а значит ничего вы то есть ничего тела в 1300 вы обнаружить не могли почему не могли да в 16 00 она умерла не короче что тут считается то что даже смерть от кровопотери все равно что его она кровопотерей моментально произошла после удара тупым предметом дело даже не в этом дело даже не в этом он позвонил в 13 часов сообщил об убийстве полиция там была я думаю в течение получаса максимум часа а умерла на в 16 часов как это может быть она путешественница во время не будет сходится как вы объясните эту разницу целых три часа а я оставлю об этом так это это я просто будильник по китайскому времени ориентировался это китайский новый год это же очевидно свидетель попросту перепутал время чё ты вспотел мистер боль а у него очки запотели а судья там рапчат рапачок слушал видимо башку отрёс после его слов мне трудно в это поверить мистер увидели у натуре дело раскрыто ребята прошу вас гонорар мне в кассу завтра заберу почему вы были так уверены что обнаружили тело именно в 13 00 а я это а я ну я ну а мата очень хороший вопрос спасибо за вопрос а и начинает отвечать на другой вопрос который мы никто не задавал если мы банит наши политики будет юрий дрос молодец райд хорошо ты его подловил чё тут вообще делаешь это все что тебе надо делать указывать на противоречие а мне прокурору из шести ночей больше нравилось а ложь порождает ложь к интернатив пишет что розовый импостер в шлюз его а так в судах и происходит обычно сейчас мы в шлюз на 20 лет отправим вот и не за одну нитку и вся его история начнет трещать по швам я бы за твою нитку потянул деткам апарас диты теперь я вспомнил а ты вспомнил жалкий ничтожный врунишка а сейчас туда не пара нтв разведу раз вы мои слова не могли бы вы снова дать показания уберите и показания номер два я все вспомнил это было в 16 00 да извините я как бы просто время обнаружения а выйдет или как-то я нашел тело я слышала время да по телевизору да говорил кто-то а кто-то сказал ему вслух он не работал электричество не было электричество не было это гадина завралась этот это японский телевизор на батарейках спонсор нашей сегодняшней программы японский телевизор на батарейках и но ведь она отставала на три часа не так алик о новой кружеводим вот это подключение давай а не могу дать почему нему тогда раньше давай а он показания дает и когда ведь нельзя крестный вопрос ответ а вы погибшая смотрела а запись о которой какой-то аппарат а вот а почему-то я подумал что это произошло в 13 00 и поэтому все так произошло аппарат все простит меня зато аппарат умение чем танцуем под чем-то я говорю больше там стулы бани твои не просто так электроэнергии еще не дали вырабатывает киловатты хорошо вы слышали как кто-то произнес время на записанной передачи а всегда передачи записанные да вот же покажи ему что-то подключение барана мистер играет вы можете приступать к перекрестному допросу чем моему нахлобучим я понял стример тоже половину анонсов внутри над спойму 15 сегодня а я слышала потери передача по телевизор убираю что будет и питаться то но это будет 1300 это профессиональные секреты долгие годы тренировок алфавит называют а вы до теле когда я нашел тело я салыша на время мотай давим закон да я говорю мотает про телевизор кто-то сказал его слух вероятно голосом от телевизора давайте должны нам не надавим а просто покажем добрый вечер я диспетчер а потом надо я диспетчер электроэнергии не было тогда в здании по стойте к сторона обвинения заявила что в это время в доме не было электричество шах и мот этот отчет тому доказательству смайлик надо сделать мне кажется такой ой 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 трататушки тата ах ты миленький варикничка просит ой извините я дурак ну я пойду мне в дурку надо две штука не слишком быстро он как-то шатается вы не могли услышать передачу по телевизору или видеозапись фотографирует я чёрт понимаете а у нас у чертей мы слышим голоса по телевизору даже без электричества но молодец мне нравится мистер увидел что он уже изучает тюрем на своем немножко пригодится принимаю протест стороны защиты какой против стороны защиты там мы же чем а мы защищаем мы протестуем и мы защищаем вы можете это объяснить мистер увидели а там это я сам не хожу в это крайне странно я сам не хожу меня возят понимаете я я инвалид от хачки к двери меня возят и газеты продают крайний крайний ты крайне сразу да а ты крайне а стойте стойте я вспомнил это ж было это была другая женщина и другой дом и это был другой день я не в то сдал суда пришел я бы хотел чтобы вы давали точные показания с первого раза я хотел что еще хотел все все хотят чтобы с первого раза получил что меня волос отросли обратно например первый блин комом эти постоянные исправления ставят ваши слова под сомнение я в своем возрасте я не могу сразу с первого раза к тому же вы весьма взволнованы скажите скажите спасибо если остатого там или вы выглядите весьма взволнованы вертляваны я предсказал а папа парасты ты меня ваш честь это 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 все это из-за того что я был шокирован когда об дорожила тела ну да да передач по телевизору начал слышать с отключенным электричеством конечно это если за шоком поэтому с канала ранты рабочий тот кто документальной программы пишет привет брэйныч а не думать что в белгороде ауди послушаем ваши показания еще раз задрал уже я люблю слышать показания ребята печатаем его дальше как я узнал время как я провел лето для сочинение сочинение мистер видела одиннадцатый класс был солнечный осенний день а на самом деле я не слышал время я его увидел я увидел меньше 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 это каламбур или нет да спасибо материал закреплен эксперт по каламбуром а в квартире были настольные часы точно не помню точно не помню или помню или не точно точно не точно так ребята давайте посмотрим материалы час опять будет врать это мы еще у нас пока нет информация где находились эти часы то есть они не на входе если стояли то значит а может там было там была фотография когда он увидел пока давайте до орудия убийства убейца имя ударил ажард он парень вообще засыпался у нас есть орудие убийства сейчас мы предъявим пока не можем надавить сейчас маму вдарим этим а вот я их а его выбери а то время наверно за за там статуэтки вы видели часы думаю это все объясняет ребята нет либо он просто не должен был зайти чтобы с ответку взять внутрь так что вы увидите время ой сейчас забейте сейчас мы еще не можем все равно им придарно поэтому сторона защиты может приступать перекрестного допросу свидетеля о чем его перекрестный допрос как я узнал время на самом деле я не слышал я уйдю мы ничего не можем сказать а в квартире были настольные часы точно приемлю так тоже вас нет никаких материалов а до орудия убийства вот здесь давим или показа увидел он не видел не не убийцу который бил ну короче давать мочу да муж просто ручей за ту эту штуку и все но мне казалось что и на прошлом можно было давить погнали одну минуточку вейдами орудием убийства были не часы а вот эта статуэтка да что ж такое то не твой день сегодня а теперь скажите каким образом это похоже на часы а не солнечные а ты со своими протестами это я не от этой это уже без акцента это типа он сорвался куда кажется он ну он сорвался он сорвался в пропасть вниз по социальной лестнице катится к уголовниками со своими протестами и умигами жигурда какая ты с кем с тебя возомнил я нормальный просто ответьте на вопрос мистер увидел я по статуэткам время измеряю ничего не знаю пошли в жопу вся у меня стоит на солнечной стороне и по солнцу по тени отбрасываем статуэтка я измеряю время вот так он должен был сказать наша честь позвольте 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 мне в туалет выйти до мистер пейн свидетель прав это статуэтка действительно является через не говорите мне про солнечные часы только это вот такой же другой стороне просто шеи находится переключатель если повернуть ее статуэтка отчетливо произнесет время давайте повернем и так как она не похожа на часы я оформил ее как статуэтку приношу свои искренние извинения ах ты ублюдок козлина хорошо светом грякает значит орудием убийства все-таки были настольные часы ну что же не старает получается что свидетель был прав это часы и чё что-нибудь еще показатель свидетеля вас смущает конечно смущает что-нибудь обязательно он говорил что он ничего не трогал но если повернуть голову статуэтки она произнесет время то есть он трогал молодёй молодёй ой ты какая мисс 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 тейбл рубал зияющая дыра у него ваших показаний показаниях свидетеля и ваших тоже имеется зияющая дыра и там дыра такая скриншот дыры такой какого хрена прожога я мог узнать что это часы только взяв их в руки но свидетель заявил что вообще не заходил в квартиру на лицо по явные противоречия дело раскрыто самом деле что я вообще тут делаю я должен быть на рыбалке свидетель знал что это часы потому что он заходил квартиру жертвы заходил в квартиру жертв и насчет знал жертву не важно не не факт а вот точно заходил не естественно да допустим вы вы жёте вы были в той квартире в день убийства даю мизер был писающий правда докажи докажи что это я там был да вот же статуэтка в руках до сих пор да вот же ваша фотография вы заходите и это еще не все но и это еще не все я могу доказать что именно вы убили синди стоун до подарок вы получите телевизор работающий на батарейках я могу доказать а а он нам мог это сообщить и как как он будет это доказано и это еще не все уистон фишермен компактен это уже для судьи отдельная реклама вы ударили ее часами и от удара они заговорили она уже нет многие кстати начинают говорить от удара именно их вы слышу сами время причем сразу начинают говорить неопровержимые доказательства тишина взяли сюда сюда входит тишина занимательно продолжайте мистер райт это свои анализы чем могу спеть чё еще делать хорошо ваша честь мистер увы да этот звук должен быть оказался для вас оказал для вас на вас неизгладимое впечатление извините первое делается нормально как говорится что объяснило ведь когда вы ударили жертву орудие убийства вдруг заговорила то что ударил кровь кофе то заговорили часы этот голос отпечатался в вашей памяти именно поэтому вы так уверены насчет времени и они сказали 13 часов потому что они отставали потому что она прилетела из парижа а в париже часы отставали на два часа шахтемат да притянут разница но это не важно что все это значит все это безосновательная чушь безосновательная посмотрите на лицо свидетеля так у него антилактический шок начал главный главный вместо ты не озвучивается давай александр озвучьте пожалуйста ну я ничего не озвучил это я была это было ты а это ты сделал такой звук офигеть классный классный вид что тут еще опять стрелки переводят по моему давай пеликану лучше по моему светиль святиль проще выдавливать сейчас не будет ли светиль любезен уточнить это вы ударили жертву часами я точно все свои точно это же я я забыл просто извините я думал что разысил газета я ударил жертву часами я тогда в тот день да да я да я ни за что не за ни за что ее убил просто баба понравилось понимаете я эти чувства я слышал а прили уже смотрите как далеко-далеко где-то там или на московье я ненавижу это был он говорю я вам я видел его он убил ее должен быть костюм костюм смертиму а у него тут волосы в соответствии тишина тишина взяли сюда я удаляюсь встречать и куда ваша честь погодите пожалуйста пойти волосы надену тем более так они даром достались нет никаких уник подтверждающих слова стороны защиты мистер райт отдайте мои волосы уже наконец да ваша честь вы утверждаете что звук который слышал свидетель издавали часы на самом деле это был я я лежал под кроватью это моя любовь бороду так скидывает и в лицо вы говорили про папиков которые пошляли так это я еще миша бороду вот так вот назад и как раз через эти отверстия глаза туда выходит вы можете это доказать так все тело на этом держится лучше хорошенько все обдумать блин дайте на петлю да да ваша честь нет тут перерыва нет 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 совещания как раз два часа у нас отличная длительность трансляции будет как раз звук который слышал мистер увидел слышал а не увидел определенно шел из этих часов мистер слышал это уже другой это брат его так еще раз отчетом было сказано до этого что очевидно что он видел а не слышал ну послушайте получается батарейка села смотрите я не знаю что это батарейка в часах или что это такое или то придем ты закапа батарейка от удара не садиться будешь ну смотри какой удар конечно а давай засейвится действительно хотите сайвануться да точно первый сейф а второй сейф не выключайте пока будешь я очень хочется извините я выключил пока просить я бы послушала чистый час но я тоже логично потому что во первых это дисбала точнее нарушит мораль свидетеля он услышав снова у него шок снова будет да 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 я бы включил как-то мечтательно ищет и церковь давайте послушаем конце концов пусть часы скажут прямо сейчас приглашаются часы и часы и часы такие убийца внимание черный ящик ваша честь можно мне взять часы ваши ваши прошу всех слушать о так звук сейчас будет надеюсь интересно это мой мой это какой-то кастинг на программе голос липы прослушивали друзья сейчас будет паучишка паука на тихо бип бип в моих мыслях сейчас какой странный способ сообщать время а где вы это купили спонсор наших сегодняшней программы телевизоры и статуэтки на батарейках но ведь он все-таки мыслитель и так мы послушали часы чем мы только сегодня не занимались каковы ваши умозаключения мистер рай потому что все ждут только вас заключение мои заключаются ума заключить под стража может надо было видеть а может можно было свидетелей опросить потому что кто-то мог слышать как время вот момент сказала да ну а не факт что она громко сказала наш не орёт дверь могла быть закрыта из там свидетели вообще ну ладно мистер поинт скажите пожалуйста который час в моих умозаключениях сейчас 1125 время это 825 сказала три часа отстают будешь про вот поэтому он типа услышал 1300 типа как раз та разница между тем что услышал мистер увидел и фактическим временем смерти больше подсознание работает лучше чем создать я притягиваю иррационально а и так мистер увидел извините попробуйте теперь выкрутиться а он накручивался все заседание это никак не мог мистер выйду есть два стула а я уже выбрал ты кое-что забыл сейчас я на самом деле панта массива классно плечики поднимает у него у него шейпинг у него там гимнастика просто и о чем это он несмотря на то что сейчас они отстают на три часа это ничего не доказывает а вот это вот это аргумент спасибо откуда ты знаешь что они оставали на три часа и в день убийства а если ты не сможешь это доказать дело обернется нет твою пользу надо тогда нашего друга он мог слышать часы кто-то должен был слышать это время все равно да это слово против слова получается нет нет ни одно слишком много всего сходится выдал в трех показаниях запнулся и как это все может я на роль для нас все замечательно сходится но мы не персонажи внутри этой игры и вообще мы видели в начале что это он убивал да я был так близко гонич отключить свой разум что говорит мистер похоже у вас нет доказательств поддержку своего заявления погодите-ка как оказалось погодите-ка паспорт а мы ничего не можем выбрать пока да мотаем что нет да ваша честь это означает оказывается мне тут написали что я не могу позволить вам и дальше обвинять свидетеля теперь мы будем обвинять вас давайте сделаем лот и попробуем выбрать другой пункт не и давайте сначала дойдем дальше придумаем к сожалению не деньги уезжают в ярославль на этом заканчивается перекрестный допрос мистера честера уедла сейчас еще может быть кого-то вызовут что-то первый светит а я шел следовать показания а что произошло я решился волос меня допрашивают как преступника как убийцу адвокаты вы все грязь грязь он почти был у меня в руках но почти не считается прости лари но придется посидеть немножко теперь я ничем не смогу тебе помочь серьезно как-то вы так заседания проходит а стойте помощь помощь пришла с неожиданно стороной сейчас меня начнет раздеваться это посмотрите как я могу посвоить разве не могут не дать 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 действительно это местный аргумент поэтому продолжаем перекрестный допрос свидетеля а весомый ой я все заруинил ребят все я все равно и я все разу и нил обратно все хорошо ну тыкни 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 мы не люблю тыкать просто мия то есть слушай ты уволен 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 не спеши сдаваться думай все пропало я не могу доказать что часы отставали в день убийства ну как ты же можешь это невозможно то это не означает что ты не сможешь выиграть тело мысли нестандартно дай на лапу суде не сомневайся фактах представь что часы отставали на три часа и я голая в ванной снимаю себя трусики машу и ведь его извините извините и судья такой с этим выражением лица продолжайте подумай спроси себя почему они отставали на три часа еще пожалуйста продолжай не хочу думать выяснишь причину найдешь доказательства понял рай что он понял не ты догадался почему часы оставали на три часа давайте скажем что да на самом деле нет но конечно конечно догадались да давайте вы знаете почему стойте сядь станьте может может нет магнитесь могу это доказать у тебя должно быть доказательство которое может это подтвердить рай это голос подсудимого на часах он записал они же из франции она их из франции привезла найди его и покажи она привезла из франции что ты начинаешь то и так мистер такой вышли райт давайте узнаем вы сказали что часы уже отставали в день убийства на про про францию что-то понять париже 30 07 но мне ничего не может там дата должна быть скорее всего потому что там же она 31 умерла да ну как умерла ну смотри париж где-то нью-йорк или чё нью-йорк париж 6 часов как говорит дональд трамп париж это нью-йорк и жириновский даже конечно в материалах дела имеется улика который несомненно подтвердит мои слова паспорт паспорт наверное скорее всего что-то сделал заявление посмотрим как ты кину там на судоэтке может быть мы я не могу ничего показывать пока можешь давайте просто дальше листать и не могла покажите улику которая докажет что-то часы в тот день отставали давайте им жду на жду на адвоката покажут кроме паспорта больше уже кроме паспортом мы паспорт не использовали скорее всего кстати сейчас пока нельзя ну челчок постоянно ты вы же можно уже можно по тоже мы выбираем паспорт думаешь просто потому что отмелом исключением и типа все остальные показали еще паспорт не показано значка адвоката я могу вам паспорт показать и значок адвоката все доставай паспорт показывать свой свой паспорт давай гонишь доставай уже точно точно покажешь что более больше такой-то долгий ну ладно смотрите вот вот что олег написано за день до убийства как мы знаем разница во времени между наделем кем она не видимо волей как у малый лос-анджелес потому что три часа а девять часов все между нами парижем нет япония скорее всего япония нормально за за хуни ты это сделал только потому что это нарисовано в стиле аниме написано united states of america на паспорте просто а судя по сломанным ушам молодой адвокат раньше был молодым борцом когда здесь 16 там уже вот час часы не отставали на три часа они спешили на 9 а шах и мать вернувшись домой жертва не успела перевести часы вот почему время которое вы услышали ударив ее было не точно этого хватит мистер увидел или лучше сказать услышал а мистер убил г.р.х. государственная государственная российская хрявих правосудия вершится ему это что-то подсыпали его тишина в зале суда зря вы подсыпали подсудимому яд айт судимый был ой извините дело о том кто подсыпал подсудимому я давать и следующую ну и ну заседание закончилось не так как мы все ожидали она закончилась оказывается я же судья или кто ой мистер пейн вы майор кстати или нет как ваш свидетель смысле как ваш свидетель где ваш выберу где вас сидит уже пьет он уже он уже на нарах я судья я судья я судья он его арестовали в участок ваша честь понятно странно а чё вы забрали то судь же еще не закончился он его судья такие глаза как арестовали я не давал такого распоряжения мистер рай чё за хрять тут происходит я не знаю ваша честь должен признать я впечатлен не думаю что когда-либо видел чтобы кто-то построил защиту структуры фига мы скромные а это судья говорит в то же время нашел настоящего преступника так выпьем же за это такая исповедь 1 адвоката о первом деле я честно говоря даже не ожидал что его смогу засадить я и не хотел в общем то просто случайно получилось вообще такого не видел ну я готовился тренировался вот но недостаточно тренировался и вот мне не с кем было играть кастом ки вот и ну получилось как получилось а потом им выпали по а потом свидетелю выпало этот хрустальный шар спасибо все так и было квайда ночи спасибо тебе это лишь формальность но наконец я могу приклеить своего а нет суд заявляет что подсудимый мистер ларри бац виновен это соучастник неожиданно соучастник преступления но не это карабас барабас до судья хочет сказать на этом судебное заседание объявляют закрытым вот так вот как метко заметили все таки бац и невиновен бывает бац и виновен все ребята гонорар пожалуйста забирайте в кассе завтра оказалось что честер увидел был обычным грабителем а то он притворялся продавцом газет чтобы выяснить когда людей нет дома еще тут она оказалась дома и не он еще убийцей в тот день что он делает почему с было поторопил судьи потому что все уже сделано что там сидит а погоди погоди я то думал это чувак просто смотрит как из соседней двери чувак выходит а это типа та же самая дверь и как только он ушел мистер уидо решил провернуть свое грязное дело грязный мистер уидо но пока он обыскивал квартиру синди стон вернулась домой такая другая женщина испугавшись мистер уидо схватил первый попавшийся тяжелый предмет кувалду потом положил кувалду что она слишком тяжелой был и и хрязь и поминки по синди состоятся 3 августа 3 августа 1432 окружный суд вестибюль подсудимых номер 2 нас поздравляют что мы прошли обучение все еще не могу поверить что мы выиграли я молодец а уставай свой огурец неизвестно спасибо спасибо неизвестно спасибо а у нее шарфик на шее такой страны спасибо шеф я всем обязан вам кроме своей девственности это твоя собственная заслуга я остановил заседание суда правда сама давненько я не видела заседание которое закончилось бы на столь приятной ноте впервые вижу ее такой счастливый ну скорее всего больше не увидишь если уж она так рада то лари наверное сейчас просто распирает да жизнь кончена погоняй больше уже увезли не лари ты же должен радоваться теперь то что не так я потерял свой телефон мою другую подругу подругу тоже убили только что их не забей на меня скоро я откину копыта а почему он не кстати он же феникс райт нет и феникс хорошо то есть нет я имел ввиду плохо 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 просто ужасно лари ты не вы новым дело закрыто налог чем но но моей милой синди больше не старик и юни лари она же была простихонько шло и драли а поздравляю гарри я лари вон одессы смеи погуляют выше гарри каспарова поздравлять этом что гайкари снежный человек там сейчас выходит такой тебя я вижу заголовки завтрашних газет не виновен об так что здесь нет кому-то не наверняка и блин не как вот что ты уже знаешь да да ну я покажу А, извините, стойте. Вот. Возьмите. Это подарок. Пусть эти окровавленные часы... Ну, раз ты невиновен, тогда на тебе улики все. Зародашь тебе оружие. Дай и труп. Дай и труп забирайте тоже. Придумаешь ты что-нибудь с ними. Подарок мне? Клеят бабу прямо на наших глазах. Вообще нормально? Погодите-ка. Разве это не улика, которая... Нет, просто чистое совпадение. А, вообще-то эти часы сделал я. И убил ее тоже. И убил ее тоже я. Спасибо, ребят, спасибо. Одни для нее, одни для себя. Правда? Ты их сделал, ты? Ооо. Что ж, спасибо. Оставлю их на память. А система-то осталась следующей, ее грохнут. Да, часами. Эй, Ники. Эй, Ники. Эй, Ники. Эй, Ники. Эй, Ники. Она, она делала так, что у нас все было несерьезно. Мой вер... Просто мной вертела, как хотела. Разве это не печально? Разве это не печально? Ларри, Ларри. Иди домой, ты пьян. Так он Ларри или Гарри? Или кто он вообще? Или он Ларри Гарри Бац? Уверен в этом? Ларри Гарри Бац. Ч... Ч... Чего? Мне кажется, что ты был ей по-своему дорог. Нам любые дороги дороги. Конечно, по-своему дорог. Куколд. Зовите меня Ларри Куколд. Ааа, не-не, только не надо меня жалеть, Лады. Я себя сам люблю жалеть без вас. Какие тут Лады? О, это не жалость, честно. Не так ли, Райт? Тебе есть что показать своему другу? Не надо ничего показать. Не надо ничего показать. Блин, они такие друзья, да. А то, что указывает на ее чувства к нему? Блин, суд продолжается, что ли? Я не понял. Суд имеет экспертиза там пройдет. Оооо, точно! Есть! На чем она вообще говорит? Тест на беременность. Ну что, хоть адвокат? Да, это единственное, что мы не показывали, ребята. Погнали. Ларин, взгляни-ка. Я адвокат. А ты нет. все норме не парься я знаю что адвокату тебя и значок я скоро я тебя как там скоро но вот и все уходи скоро я тебя позабуду ну потопал я домой конечно нормально убили бабу баба почему к часы не показали что кто-то и критом бездумно ну значок и мы единственные показывали это значок еще а зачем мы часы бы ей показывали видимо что она сохранила их несмотря на то что так она погоди хочет казаниx париж с собой возила такие статусики часа на ненормально нет ну это это ложка дегтя в бочке меда ну где-то за руку нура она на самом деле супер злодей за кулисами вот это поворот был бы что вещи меняются в зависимости от того как на них посмотреть вот шарфиком я женщина без шарфика кадык как и люди какие люди когда не знаем наверняка виновны наши клиенты или нет нам остается только верить и настоящий адвокат и чтобы поверить и тебе нужно верить в себя божья так замотивирован теперь поверь в себя начни свой день найти свой путь вытащи уже руку из моего декорты прислушивайся учились будь веселым дерзким шум драться нам когда не бросай то во что веришь никогда не сдавайся я верю в сигареты я никогда не выброшу пачку все нормально что ж думаю здесь нам делать больше нечего обчаливаем венеция на яхте приехали ну да погнали слушай как насчет ужина магнак мой маленький альфонс очень доволен баба за свой счет покормит так может мы ее потом еще и выпьем за невиновного бацца да да таком гарри блин ты говорила что стал адвокатом отчасти благодаря ему да только он лари отчасти гарри отчасти он только отчасти лари ты обязательно должен рассказать мне об этом может быть бокалом видно то есть эта игра другого жанра я понял нас ждет вас при людей были короче а потом мы сядем на скамейку подсудимых в качестве обвиняемого в изнасиловании все нормально у нас просто донос вот так подошло к концу мою первое судебное разбирательство разобрались слава богу лари хлопнул меня по спине и сказал ник как славно когда есть друзья уверен заработал мне не заплатят если только не читайте часы даме не знал в центре событий погоди а на заднем плане свое обещание рассказать шефу обо мне и лари я так и не смогу значит ее минус nude татуэтками и лари такой ребят глянусь не яблок совпадение просто производстве ребят ё-моё конец конец игра да все то есть мы там то есть три части а вот я не могу понять как они аж это первая глава а судья тот же самый будет сохранить наверное надо сохранить конечно или арман сохранил или iron maiden обожаю сохранять текущий прогресс все поехали куда джинь джинь как поняли уже алло это индейцы майя племени откуда у вас телефон кто прости я была очень занята а ты как я как моя я убираю потихонечку не одиноко а виновата ты не понял не понял час 2 его прекрасно наконец-то начинаю привыкать самостоятельной жизни у нее раздвоение личности мы уже поняли ты рада это слышать но вообще я звоню чтоб просить тебя кое о чем волос не нужны а ты хочешь отдать мне какую-то улику на хранение догадливая как и всегда тут такая шумиха по поводу предстоящего заседания мне кажется хранить ее здесь небезопасно хорошо так и что же случилось в наших лесах а моя качок или сотрудник в неведомственной охраны почему почему у нее это хранить не опасно это часы твою мать опять час я же говорил часы часы до моя в жопу себе их засунь и следующее дело называется проктолог говорящий подумал они могут тебе понравиться тебе всегда нравились игрушки две девочки которым нравятся игрушки мне нравится я давно уже не маленькая сестренка я большой братишка я в таиланде жил ну конечно ты же знаешь что я шучу пожалуй стоит предупредить себя что сейчас часы не разговариваете что они не работают ну вот извините мне пришлось вытащить часовой механизм часовой механизм часовой механизм часовой механизм часовой механизм серьезно подошла стрелки погнула вместо него я положила внутрь кое-какие бумаги и 5 килограммов к каиш это есть та улика да зева плюс но возможно они станут уликой да да ты же можешь вечером прийти в офис скажем 21 и забрать их время запоминаем сразу до этого времени я буду на доступном совещании на доступном совещании я буду не доступна я буду все-таки не доступна а после 2 все но буду доступна ладно сестренка но я рассчитываю на ужин на что-нибудь вкусненькое судя по голосу ее сестренка дриада я бы не отказалась хорошо хорошо зайдем наше закусочное они закусочную держат крышу неплохо да отлично договорились сейчас вы договоритесь хорошо сестренка до встречи ага буду ждать мая бип-бип-бип ли разговор успешно запись от марта вас мозгов нет короче смотрите одна звонит другой улики сложно хранить все секретно все очень важно все говорят судебно заседание алло по телефону и запишем разговор а сейчас навальный позвонит еще погоди погнали б безопасность к конспирация 5 сентября 2057 юридическая фирма фэй и партнеры и партнеры загадок это это мужик или скорее всего я бы хотел это скорее всего мужик но это не только это современная игра может быть мисс фэй я бы хотел забрать то что принадлежит не простите но я не могу отдать вам то чего у меня нет совести мисс фэй вы не умеете врать я власть которая не снилась моему отцу ведь вот же они сиськи я ваш хирург я вам не те сиськи вставил завтра на операцию должно быть их проглотил мыслитель а как вы узнали хо-хо я санта-клаус вы что не были осведомлены обо мне судья волосы ищет свои похожие мне не стоило быть осторожнее хо-хо повторяю дорогая моя мисс тэй мне очень жаль боюсь мне нужно попросить вас еще кое о чем а вашем вечном молчании прощайте мисс фэй хрязь опять татуэтка ё-моё лай уже плохие новости тот же самый чувак нет они шоу уволил это джокер по моему джо кокер добыл рэм уайт а блюда буря 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 еще не приехал к надо уже готовимся ну да в конце он доивили 65 конце вот тоже должен был сказать хо-хо-хо так подождите он ее грохнул чтобы забрать бумаги на бумаге там сестры волкик но они с ним с ней же пообщались она теперь знает кто он вечный молодых же походим их же поглотил мыслитель это в часах они до бумаги в часах но почему на юге чтобы что он ее убил чтобы что замолчала на дописаны же был а что она такого знала что бумаги в часах кто он возможно она с ним работала возможно на его знает хотя можно и убил молодой адвокат 1 как вам такой поворот возможно это был судья он наконец нашел свои волосы ну и ну вот это я задержался странно я не ожидал такого поворота судьбы если вы понимаете о чем я видимо шеф ушла без меня в мир и теперь ты здесь шеф братан я теперь этот партнер и просто теперь просто партнеры просто покажем и партнеры усопшая файл и партнеры она говорила что придет ее сестра и нам стоит все вместе поужинать ух там тройничок намещался ё-моё я заготовил я заготовил это крупный видеприятностями кровь опять часы да что за день сурка мия может она у себя да этот труп похоже на мию может одними я мама меня учить идти маша пойдемте ребят и ребят может пойдемте что изучите куда идти не слышали мы сейчас мы сейчас свои пальчики оставим потом нас будут обвинять хорошо закончен до труп и труп это уже завтра 8 будем разбираться не моя смена а погодя если вдруг мы сейчас у нас есть материал ребята вам у нас есть материалы но нет поедали изучать если мы уйдем не изучив у нас не будет рычагов воздействия подавать изучим конечно запах крови это не к добру между них бобру миша давай через убедиться что мия шеф в порядке это мир успокойтесь до двери двери дверь ребята у нас пробовать вниз кликни вниз включи свет ключи свет выключить двери запах крови порядке коротнула под можно до назад а скорее всего сначала ты можешь изучать что можно изучать вообще я методом тыкаешь с ребят все нормально я прокликаю все у меня по m400 а чё так медленно двигается диван не скорее всего надо сначала мы какую-то инфу получили что запах крови был вот эта инфа мы получили теперь назад идем и дальше следующий экран изучаем назад гонишь назад нет смысле ты мы получили инфу чтоб назад это не это это нет то короче то есть он но ты можешь сохраниться но идти в любом случае скорее всего будет что следующий экран будет да мы будешь должны тут что-то найти мы нашли запах крови крови до больше тут ничего такого нет но пойдемте тогда пойдемте пойдемте запах крови но запах крови на это очень не к добру нужно убедиться что у меня порядка ребята давайте лупу на стол положим бэйс пэйс бэйс пэйс офис офис сериал этот запах это же кровь это же группа крови вампиры сестренки вампиры здесь кто то есть здесь чья то я сестра о май гад шеф-траве шеф все пропало шеф шеф вы пропали кажется немножко шеф вы пропали ты кто такая у нее глаза просвечивать через материалы материалы смотрим нет ничего не у вас нет материала пока никакого это мой отдых грохотами мы с локтя всадили мне кажется это странная девушка потеряла сознание я отнес ее на диван правильно так и надо делать начал все раз наследить и везде а потом уже это потом я вернулся к ней лежащий под окном а мертвыми под окном у нас вонял к следователям вонял кровищей на нихрена си ракурс к чему-то это феникс ее тело еще не остыла тепленькая вообще лежит феникс у тебя сегодня хороший вечер намечается я почувствовал тепло сжимая ее плечо неплохо он а затем тепло стремительно начала исчезать а тут уже хуже конечно и в конце концов остался лишь холод я холод я тут остался не знаю как же а почему давайте же чем шефа музыка из double dragon какое-то прошло изучить изучить отсюда еще появилась появилась вкладка с виду редко а давайте изучим параметры наваляется разбитая стекло то и стекло а судя по всему эти осколки стеклянного рождения куда изучать пошло кресло шеф простое но практичные на нем можно сидеть довольно удобно очень относящийся к делу сейчас вот вот прям сейчас надо это было узнать цветок 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 жалюзи на все ты конечно же знаешь где цветок прямо напротив офиса стоит большое здание отель гейт-гейт-гейт-гейт-гейт-гейт-гейт-гейт-гейт роскошный так вот мы забыли изучить сама уже да твою мать на засохшая кровь это из первого дела еще часы как иронично что зима серёга это те самые часы из первого дела я серьезно это вот те которыми убили да да ладно ё-моё копия нет и не понял там же копии дали тяжело видеть ее такой но вдруг тут и есть улики и ударили по голове каким-то тупым предметом а у нас значка следователи нет еще в инвентаре вероятно не от наступила мгновенно мы как бойска вот еще патологоанатома значок еще нужно должно быть орудием убийства был лежащим рядом с ней помыслить это мыслитель маньяк ступик перебил мыслить и добавлю рядом с телами так мы уже то посмотрели так и нажал еще раз он теперь добавляется вроде больше никаких улик здесь нет пачок бумаги наверное его выронил амия что же это ой этот не можно изучать на этой бумажке крови написано слово непонятными наверное зелены здесь замешаны ацтеки ребята мая это написала мия или мая эта бумажка чек из магазина числа вчерашний очок сегодняшний ладно хватит рыскать по углам поры скаем по выкупу предметам может полиции позвонить это их работа в конце концов а да не надо зачем ну и узнать что вы делаете делу сами убийца найдет сами супер ведем надо тело избавиться больно это видеть но ради мии я должен здесь все смотреть похоже ударили по голове играет на смерть была мгновенный закрепляем охрана лица все он стул еще стул там цветок ты смотрел или нет там где галочки вот на этот лево о о о о о еще воде в рот пони не наводит в топ ну ты княжал тыкаю на цветок она желтым не ничего больше не горит желтым все забейте он сказал что всем нашли перейдем а кстати смотри стекло смотрите я ломал стекло главная бухгалтерская книга фирмы ты и партнеры списаны сверх аккуратным почерком шефа фирма хоть маленькая приносит неплохие деньги ты не говорил себе обычный офисный стол когда дело касалось интерьера офиса шеф всегда говорила не подходи ко мне для клиентов подороже для себя подешевле только только не на столе говорил шеф техника всегда были натянуты особенно xerox нам заходил с шефом вибрирует компуктером она пользовалась только ради электронной почты оооо шеф-талаймер даже тут не успела эту древность какой-то гаражные распродажи за счет сущие гроши давай 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 тыкай 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 не тормозит так надо позвонить полицию алло какой же лице страны не помню и слепон этого полиция мне надо вам позвать телефонные трубки пропало несколько винтиков папа то есть ее прослушивали а как будто кто-то пытался ее разобрать он прослушивал запись запись диктофонную о том что она винтики зачем поняли ты всегда просушиваешься винтики да 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 полиция прошу приезжайте скорее меня фура убил алло андрюха тут убийство по ходу криминал по коням у нас труп да за окном кто-то кричал я кастинг по телефону прохожу на голос она уставилась прямо на меня это продаму или про что именно и держит в руке телефон и рот широко открыла продолжим изучать херня вопрос да телефон телефон продолжать здесь находятся все важные документы шефа она сюда складывала свои записи по различным делам и постановление суда суд постановил убийца ясень все ребят только телефон остался телефонной трубки не хватает пара винтиков нам уже до старой информации лучше ее не трогать все табак вот пепельницы смотрели и мусорное ведро что-то еще было нет все ручка нет а ты прям прокликал прям да 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 прям прокликал мечтож нашли про кликаю ты же знаешь теперь про а кликай опять назад уже можно назад а все добывайте по нации а кстати вопрос идти как как чуть ну насколько близко окна вот этого отеля или шутен gate water был потому что обычно если ты в освещенной комнате и смотреть в затемненную комнату довольно сложно ну соседний дом потому что тебя будет отсвечивать стекло через которое ты смотришь и мы можем сюда возвращать рука отказывалась та девушка куда она делась я же отнес ее на диван ой-ой надеюсь она не сбежала полиция нельзя что пугать то что причесалась бы хоть ну да вообще извини конечно но ты вообще кто такая все хорошо я здесь работаю теперь я теперь главный да я шеф тебе за вами шефом пойдем за стол как отношение с техниками мая тебе записка это чек оплати пожалуй значит мим может показать и этот чек у вас чек загорелся никогда не свечите меня уже страны юмор идут никогда бы не подумал что от улик будет проку вне зала суда показать не можем и моя нет досье поговорить показать поговорить показал показать-то мне не показано что показывать чтобы же логично наверно выше там чё нить вообще будете кажется нам состояние шока не хочу и беспокоить но мне нужно знать прошу прощения прощай мне нужно знать ты можешь сказать мне что произошло а ты будешь на вырешал я состоянии шоков я нашла внутрь комнате было темно темно было больно быстренько я проще говорю записался чтобы хорошо значит она уже была мертва сейчас вы с шефом а вы с шефом вместе а вы с шефом а я ее старший старший партнер отличная шутка юридическая я бы сказал и ты решила ее навестить в такое-то время клинику кроме меня в 9 не ходит улику а почему улики вообще у адвокатов хранятся первое что пришло в голову когда не начали по телефону раз к разговаривать ну такая вот у часы улика если это копия тех часов которыми убили это другая они вытащили механизм и туда улику в дубликат об этом говорили в самом начале главы но ими же убили ими же убили о как они на месте устояло это копия у них вот три часа из как они пыли отталом механизм и положил документы этими часами и убили потому что они рядом лежат то есть из нее вынули уже из этих часов улику или до сих пор там лежат вот чем вопрос вынули он забрали телефон прослушали все вынули мне телефон то что винтики открутили я помню вот так часов винтики откручивали я не помню не было винтиков и часов он знал что там бумаги он пришел взял в бумаге сказал ты должна молчать убил ее часами такая вот уроне а все-таки он часы вынул о и бумаги вынул уже из часов а откуда он знал что они там слишком много вопросов задаешь мы еще не взяли сюда пришел пришел повар он сейчас все объяснит привет повар так а что мы делаем то назад материалы показать женичник не могу и показать ничего выйти в меню с ней и не просто и не просто показать сейчас покажу здравствуй здравствуй повар давай покажем осколки тоже заканчиваем тихонечко 10 минут перед смертью мия написала что-то непотребное собственной крови на обороте этого чека не плати тушенка просрочен а я узнал как тебя зовут а я узнал как тебя зовут и писать мое имя ими убийцы классика да не они не миша мая это по-немецки месть поэтому это было серьезно что значит по-немецки блиц крик конечно это войска спроси быстро давайте постараемся успокоиться присаживайтесь на диван зачем сестренки писать мое имя по имени только и ты тварь вот блин наломал я дров а ну понятно они не больше 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 тут начинается игра макс пейн просто я нажил на курок все было кучу это полиция похоже они идут сюда нам надо избавиться от тела и от тебя еще заодно не с места полиция герски ему так голову воткнула его нормально все значит так приятели я детектив миколай герски а нет дик гамшу понятно как у меня дик я слышали к свой пик ты конечно такой дик вообще какого дика ты приехал так поздно гамшу лучше поздно дик чем никогда народная мудрость девушек после 30 до тут скорее всего гамшу это гамшу типа следователь детектив и щейка джамшу джамшу как чипы дэли бы мы получили звонок из здания напротив а нет я же расстроенный мы получили звонок из здания напротив я только за смену домой хотел у тебя тут такая херня нам тут значит сообщили что здесь произошло убийство это неправда не был ничего наверное это было то с девушкой с телефоном так что всем стоять на своих местах и не двигаться ясно мы достаем общая даже я буду стоять и не двигаться никто здесь не будет двигаться ясненько вот это вот ясненько понятненько не учите меня жить моя стоп и двигайся она же не да не да не стоп подождите это будешь должна нет это гамшу все нормально он также соображает делаем так стоп минуточку минуточку что случилось знаю это слово майя оба чем-нибудь говорит я неет майя тебе о чем-нибудь говорит слово майя а вы начали уже расследование это значок адвокат дайте покажу что может остановимся для этой роли пятым возьмем временно у нас бы жертва оставила надпись собственной кровью а я запыхал жертва поставил эту надпись собственной кровью может просто может это своим голосом как обычно читать последних сил она написала имя убийцы а ты поэт паскуда подруга отправляешься в полицейский участок наручник это я уже себя добавил наручником мая мая младшая сестра ми не путать мию с май была тут же арестована меня же отправили на допрос и продержали до утра кстати ей права не зачитали это изи дело вообще можем отпускать сразу мы сейчас мы сейчас мента посадим ребят не переживайте у меня слипали с глаза но я не мог уснуть я сидел и ждал ну что мы клеем глаза мазали изоляции принимать я сидел запрали клемм мазали глаза в естественной изоляторе мне нужно было поговорить с моей как можно скорее сустав сентября 990 собственно изолятор кобота для посетить а это уже какой-то другой государства смотри формы индус какой-то вообще мои 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 что-то паузе давайте а феникс уже уходит попрощайся с фениксом уходит сахар 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 ребят я вы не против если буду экономить вместо на мои флешки на моей карте памяти буду сохранять все один слот это та флешка который ты куришь хорошо им свой да 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 на нее же и сохраняю это еще жижку заливать кто-то место нужно больше а то уже дымится поменьше сохраняться давайте еще раз перезапишем ты должен был в этот момент вдыхать как бы я не понимаю почему ты не подыграл я миша никогда никому не подыгрывал все по-честному хватит курить зажигалку бы не чужие ребят кажется у нас больше нет сохранения так ну во первых спасибо что решили и собрались мне вообще было очень по кайфу мы где-то через 20 минут уже начали ржать на по любому поводу это хороший знак обязательно продолжим в ближайшее время больше они никогда не виделись женщины которые все помнят так сказать то что я вам эту новеллу еще в декабре прошлого года ты ты же потом сказала я обиделась и ушла нет я потом это вам говорю давайте читать а такой да ну чё да ну нет да ну это не то бсп отдельную историю послушайте но бсп был тогда не женатый холостые жена было не только событий про произошло в его жизни что к нему вообще где боюсь и боника да ты не против это самое на гудгемовский наш канал официально залить запись ты скинь мне полностью за скину из к скину исходник в лучшем качестве чтобы графоне не потеряло но залью на свой зале но зале соседи снизу у тебя кажется доступ есть к этому к спирамовскому канал да зале астроном сразу скинь из опроса и аспиранту залей потом будет проще искать да конечно мой канал так как найдешь вообще спасибо спасибо вижу удачного стрима когда следующая серия завтра не может сказать о нем не в канаду надо там не они у миши по средам не получается давайте в четверг четверг верно наверное все встретимся в четверг спасибо party это было волнительно я прям как будто прошел курс юриспруденции и стал сам молодым адвокатом у меня стрима прекратилось да и я его прекратил нормально нет нет я еще не прекращал все увидимся с вами в четверг друзья надеюсь вам понравилось запись ищите на ютюбе передадим ее в фонд гудгейма как ценную улику о том что трансляция состоялась любовь поцелуи всем хорошего вечера ты и мужика богатого все всем и все молодцы спасибо всем хорошо поселили пока пока